Своей красотой, безусловно, все-таки российские женщины очень красивые и это уже общепризнанный факт во всем мире. Мы, конечно, очень нарядные, мы, конечно, любим макияж, и мне кажется, это не так уж и плохо на самом деле. Но если говорить серьезно, мы все-таки привыкли вкладываться в большей степени в какие-то внешние факторы, в отличие от европейских женщин и тех же американок, потому что они вкладываются в свое здоровье, в здоровую, красивую улыбку, в хорошую кожу, в хорошие качественные волосы и в меньшей степени в одежду или что-то еще. Мы же скорее потратим все деньги последние на красивые сапоги, нежели пойдем к стоматологу и сделаем зуб. Так вот я призываю женщин все-таки ухаживать за собой, потому что это и есть то самое понятие лоска, неуловимое, к которому мы так все стремимся, и которое отличает женщину, в общем, счастливую от несчастливой и от неухоженной. А еще, знаете, я хотела бы привести такой замечательный пример. Вот, допустим, русская девушка, которая находится в поиске мужчины, что она делает? Она, конечно же, надевает мини, безусловно, она надевает каблуки, и делает она все это прямо с утра пораньше. И так бедняжка, она целый день, а мало ли, вдруг, она же не знает, где его встретит, правильно? То есть встретить можно мужчину своей мечты где угодно, поэтому на всякий случай нужно быть при параде. Что делает американка? Американка так никогда в жизни не сделает. Она будет целый день ходить в кроссовках, так как ей удобно, но только если она соберется в какое-то место, где потенциально можно встретить мужчину своей мечты, только в этом случае она наденет каблуки и принарядится. То есть она в большей степени ценит себя и бережет свои ножки, скажем так. Мне кажется, нам можно у американок этому поучиться тоже.